Я стараюсь читать лекции по всей стране, езжу по городам Российской Федерации. И пытаюсь, моя задача заинтересовать людей в том, я такой рекламный агент и, скажем, как это называется, вербовщик. Я стараюсь заинтересовать обычное наше повседневное население в том, чтобы они начали заниматься духовными практиками. Именно поэтому, то есть, как говорится, с темной стороны на светлую их перетаскиваю всячески. Всеми доступными способами. Именно поэтому я всегда ратую, наверное, за то, с чего начал и я сам. Почему я вообще на этот путь пришел, почему я этим занялся и так далее. А именно, это практичность, эффективность и результативность. Потому что я тоже, как и многие, начинал в 16-17 лет с разных эзотерических книг, потому что у меня было очень много вопросов. Но дальше красивых слов это все не уходило, как обычно, и до сих пор. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что очень много людей, преподающих подобные вещи, то есть, это очень много красивых философских слов, но дальше этого ничего не уходит. То есть, жизнь человека такого не меняется. То есть, он как был 10 лет назад, не знаю, пил водку, курил сигареты и изменял своей жене. И вот он уже 10 лет, не знаю, там Библию читает, не знаю, какие-то свои буддистские тексты или что-то еще. И вроде бы ходит на йогу и занимается чем-то, но ничего в нем не меняется. Из чего я делаю заключение, что все то, чем он занимается, это ложь и ошибочно. Потому что не приносит результата. А мне кажется, что любое знание, да, и в первую очередь духовное знание, как самое сокровенное, абсолютное, которое было дано, ну, как мне кажется, Богом, изначально для того, как инструкция по применению человеческого тела, человеческой формы жизни на этой планете, оно должно работать. То есть, как и при любой вещи. То есть, если вы купили стиральную машину, к ней есть мануал, инструкция. То есть, какую кнопочку нажимать, чтобы она работала эффективно, с максимальным результатом. Вот, например, абсолютное знание, духовное знание, это такая же инструкция. И оно должно безукоризменно работать. Поэтому, в первую очередь, я всегда людям говорю, смотрите на эффективность и результативность знания. То есть, есть огромное количество разной информации, в том числе в мире эзотерики, духовной культуры и так далее, которые абсолютно, раз, неприменимы в жизни, в бытовой, да, ежедневной. А два, как я это называю, как говорил Шерлок Холмс, бездоказательно профессор, да, в известной сцене с профессором Мориарти. То есть, поэтому, когда я выхожу людям что-то там читать и говорить, я им всегда говорю, друзья мои, вот в вашей конкретной жизни у вас жизнь складывается в основном из трех факторов. То есть, ваше взаимоотношение с людьми в жизни, да, с любыми, на работе, на улице, да, там, транспорте, где угодно, да, и так далее. Это первый фактор. Второй, это, естественно, семья, это, например, я всегда возвращаюсь и выполню свою жизнь. И это единственное место в вашем жизни, где вы можете почувствовать себя собой, в комфорте, в любви и так далее. То есть, нет, это у вас поддержка. И третье, это просто ваше деятельность, да, чем вы, как вы служите, да, во вселенной, да, какую деятельность выполняете. И вот, например, если вы, очень много людей, да, берет, ходит по эзотерическим магазинам, покупает, например, книжки, там, ну, не знаю, ведическая космогония. Я всегда вот этого человека, например, там, спрашиваю конкретного, скажи мне, вот ты узнал, какое конкретное количество планетарных систем по ведической, там, истории вертится над тобой, вокруг тебя и так далее, и так далее. Это сильно тебе помогло на твоей кухне? Ну, то есть, ты с женой стал более, как говорится, позитивно общаться, да, как бы результативно. То есть, твои дети стали счастливее. Может, ты стал более лучшим мастером на своей работе? Нет. Потому что это просто мусор информационный, который здесь, это, возможно, действительно правда, то, что там написано. Но здесь и сейчас ты не можешь это применить, а, соответственно, это абсолютно бесполезно, потому что это знание не дает тебе силы изменить твою собственную жизнь, стать счастливее. Поэтому в этом знании сейчас, в данный момент нет никакого смысла. Ты должен самое первое. И первое, что я говорю любому человеку, который вступает на путь любой духовной практики, будь то йога или что-то еще, медитация или религия, в том числе, да, любая, неважно, я ему всегда говорю, вычленяй то, что для тебя должно быть практически полезно, прямо здесь и сейчас. Ты должен это применить сегодня, никогда-нибудь, не после работы. То есть духовная практика, это не теннис после работы или, там, не знаю, спортивный зал. Это изменение мотивации, во-первых, всех действий твоих, ежедневных. Поэтому еще одна ошибка людей заключается в том, что они, во-первых, они не знают, что такое духовная практика вообще. И поэтому они себе представляют это так, что, типа, я работаю на заводе, либо в офисе, у меня семья, трое детей, да, там, ну, не знаю, там, состоявшаяся какая-то жизнь, и тут я должен все это бросить, завернуться в оранжевую занавеску, поехать куда-то в Тибет, найти какую-нибудь дыру в горе, сесть там на какую-то шкуру, вот, выломать ноги в лотосе и какие-то читать, там, на бусурманском языке непонятные омши, на райана и так далее. То есть, там, вот, и что это означает, кто его знает, в общем-то, вот, и так далее. Да еще и, там, 64 круга в день, да, по 108 мандр. Я им всегда говорю, успокойтесь. Духовная практика призвана менять внутренние качества, а не внешние вещи, которые вокруг вас. Вы остаетесь в той же одежде, не надо срочно заворачиваться в индусиатскую занавеску. Ходите в том, в чем вам привычно. Просто, ну, духовная практика сделает вашу одежду чистой, как минимум, потому что вам будет неприятно ходить грязным, потому что у вас изменится сознание, действительно, вы не можете, не сможете себе позволить ходить грязным. Потому что духовная практика даст вам просто стандарты, к которым вы будете двигаться в жизни. В том числе, один из четырех этих стандартов называется чистота. Этих стандартов, главное, всего четыре. И эти стандарты абсолютные. Что это означает, это слово? Они годны для всего в вашей жизни. Для всего, для любой сферы вашей жизни. И эти четыре стандарта звучат как чистота, простота, доброта и правдивость. И вот вы можете прямо записать, эти четыре стандарта. На этих четырех ногах стоит истина, говорится. Это четыре ноги Бога. Чистота, простота, доброта и правдивость. Доброта всегда выше закона и справедливости. Простите, перевод кому-то нужен? Упс. Мне придется все повторить заново. Ох, надо было заранее. Нужен перевод, да? Нужен? Чистота, доброта, простота и правдивость. Да. Причем это во всем. То есть на работе, дома, в чем угодно. В одежде, в еде и так далее, и так далее. То есть в любой сфере жизни нужно двигаться к этим четырем стандартам. Соответственно, одежда, да, она должна быть простой и так далее. Простой, чистый и так далее. Мысли, речь, взаимоотношения, что угодно. То есть это четыре принципа, базовых принципов любой духовной практики. То есть движение к свету, движение к любви. Вот говорится, что любой путь к свету, любой путь к любви, это всегда есть. Знаете, есть такая система посадки с пассажирских самолетов. Да, есть там несколько точек на экране, которые нужно все время совмещать, чтобы самолет двигался прямо на посадочную полосу. Вот эти четыре точки, они для этого и созданы. То есть если ты двигаешься правильно, да, как бы в духовном плане, в духовной практике, в любой. Религия не важна, там, не важно даже качество духовной практики или направление. Но всегда в твоей практике, в твоем пути должны вот эти четыре ориентира присутствовать. Ты все время идешь между ними, все время двигаешься к ним, к простоте, чистоте, доброте и правдивости. В любой ситуации. То есть, например, даже в ситуации, когда, как конфликтной ситуации, ты вспоминаешь о том, что доброта выше справедливости, да, милосердие. Да, очень хочется наказать обидчика, очень хочется зуб за зуб, око за око. Но ты должен знать, что правильный путь всегда это доброта, а доброта всегда что делает, она прощает. Это зависит от силы твоего духа. Никто тебе не говорит, что если ты, например, в ответ не подставишь щеку, а ударишь, да, что никто не будет говорить, что ты виноват или там плохо поступил. Но не смог пока. Мало того, да, ну, здесь есть конкретные ситуации, при применении, кстати, насилия тоже, что с чего начинается любая духовная практика, это с исполнения закона ненасилия. Причем это ненасилие проявляется, опять же, во всем. То есть, это первая ступень любой духовной практики. Без этой ступени любая духовная практика приведет только к самолюбованию, к падению вниз. Со временем. То есть, будет негативный результат, если не присутствует первая ступень, да, в закон ненасилия. Во всем, в любых взаимоотношениях, да. Из-за этого, кстати, вот говорят, да, что в христианстве есть 10 заповедей. Я же всегда говорю, что, друзья мои, если вы исполняете одну единственную заповедь под названием ненасилие, вы свободны делать в своей жизни все, что угодно. Вы абсолютно свободны. Далее. Если только это не приносит насилие другим, вы свободны делать что угодно. Это главный момент. И очень важный момент, о котором я вот уже затронул, там, когда мы говорили за круглым столом. Мотивация. Я вам сейчас расскажу историю, которую мне в свое время рассказал мой учитель. И которую я, к сожалению, вижу в очень во многих сферах, которые касаются духовной практики, йоги и так далее, и так далее. История очень показательная. Представьте себе глупого, агрессивного, я не знаю, как на английском будет, гопник. Как перевести-то. Вот, вот, вот. С самого неблагополучного района города. Он, значит, такой наркоман, алкаш, алкоголик. Он хочет, чтобы все его боялись. Он не знает формулы, что ты никогда не будешь уважать того, кого боишься. Запомните эту формулу. Ты никогда не будешь уважать того, кого боишься. Никогда. Уважение и страх – взаимополярные вещи. Но этот гопник об этом не знал, поэтому он хочет, чтобы все его боялись. И верх его мечтаний мы это называем 3Б. Бабы, бухло и бабло. То есть, деньги, секс, да, ну, там, какие-то примитивные вещи. Которые, вот, алкоголь, наркотики, доступный секс – это все, о чем он мечтает. А в центре города живет такой, знаете, светлый йог. И зовут его не Вася, а как минимум Серафим. И он 30 лет по Индиям, Непалам и Тибетам ездит. Во всех храмах уже пережил, да, как бы, как говорится, практиками занимался. Не вылазит из йога-центров, да, он, к тому же, он весь, все асаны выучил, медитации, там, во всех ретритах участвовал и так далее. И о чем же мечтает Серафим? А он мечтает вернуть себе мистические способности, да, какие-то, то есть, как бы, на санскрите называется ситхи. Он мечтает вернуться в рай. Он мечтает о личных взаимоотношениях с Богом. Он мечтает прийти, то есть, жить в мире, в согласии, в любви и так далее, и так далее. И мой учитель сказал, оба эти человека, рука об руку, идут в ад. Хотя один просто торчит на героине, пьет, да, водку, а второй исползал на колени все храмы мира. Оба они идут в ад, потому что мотивация их действий одна и та же. Оба они желают одного и того же, наслаждения себе любимому, в зависимости от уровня развития их разума. При том, что негативные последствия йог получит в тысячу раз сильнее и хуже, чем гопник. Гопник, как минимум, в следующем рождении, но получит не очень хорошее тело и болезни. А вот йог ухнет на самое дно ада, потому что возможности другие, что позволено дворнику, не позволено королю. И ошибка йога в тысячу раз будет сильнее ему стоить, чем этому. Лучше бы, как говорится, пил и курил, как в известной рок-группе поется. Поэтому мотивация, всегда есть такой закон, который должны первонаперво преподавать всем, кто начинает путь в духовной практике или в религии. Этот закон самый главный, и он гласит, мотивация важнее деятельности. Мотив важнее действия. Именно поэтому во всех священных писаниях, всех религий вы встретите этот закон так или иначе. Например, в Ведах, да, говорится, это слова от имени Бога приводятся. Он говорит, даже если человек совершает какие-либо действия с точки зрения общественного мнения, считающиеся аморальными, безнравственными и преступными, но если он это делает во служение мне и для счастья всех живых существ, он в моих глазах будет праведником. Он оправдан в моих глазах. Потому что он хотел, он это делал ради блага и счастья и любви к другим. Мотив важнее действия. И также ты можешь ползать, говорю, заниматься йогой всю жизнь. Молиться Богу и так далее. Ездить по Тибетам и Непалам, но пойдешь в ад, если ты это все делал ради блага себе любимому. Это очень важный момент, который совершенно упускается многими, большинством тренеров и учителей по духовным дисциплинам. И также из этого закона исходят многие формулы, абсолютные формулы. Как я уже говорил, они действуют для всех и для любой причем формы жизни, но для человека особенно. Эта формула очень простая, ее стоит записать. Мало того, важный момент. Сейчас я скажу формулу, а потом скажу важный момент. Формула такова, можете записать прям дословно. «Все, что ты не пожелал бы себе лично, материально или нет, неважно, принесет тебе в итоге разочарование и страдание». Аминь. Это правда. Это вопрос времени. Поэтому осторожнее с желаниями они имеют свойство сбываться. Вселенная – это всего лишь машина по исполнению желаний. Но люди не учитывают механизмы и процессы как достижения целей. Они просто хотят что-то и не знают путей достижения этого, правильных, верных, праведных путей. Скажем, человек попросил у Вселенной всего лишь, ну, благо какого-то, денег, например. Деньги – это неплохо, это инструмент. Вопрос, в чьих руках они окажутся. Человек, может быть, достаточно был праведный. Попросил денег, Вселенная его услышала, сказала, «Да не вопрос». И на следующий день его родители погибают в автокатастрофе. Папа и мама родные погибают и оставляют ему наследство. Но ты же хотел денег, на, получи, срочно. Я не хотел, чтобы они погибли, но ты же не учитывал этот фактор. Это был кратчайший путь к тому, чтобы ты получил эти деньги. Я сделала, сказала Вселенной, то, что ты просил. Получи деньги и распишись. Поэтому осторожней. Любое ваше желание, которое направлено на себя лично, в любом случае принесет разочарование и страдание, что бы вы ни пожелали себе лично. Это формула. Абсолютная. Поэтому это вопрос к мотивации цели. От целей зависит все в жизни. То есть ваш подход к жизни, ваша семья, ваш подход к работе и так далее. Все зависит от цели, говорил мой учитель. Если ты четко поставишь себе цель, это определит всю твою жизнь. А главное, что надо сосредоточиться. Сила мужчины, в первую очередь мужчины любого, в том, первое качество мужчины, которое делает его сильным. Цель и устремленность. Он должен, любой мужчина, особенно в семье, должен понимать четко и ясно конечную цель своей жизни и идти к ней. А эта цель должна быть не истинна. То есть она должна иметь фактор истинности, а не ложности. И этот фактор есть, он известен. Это тоже формула, которую стоит записать. Как отличить истину от морока? Как перевести морок? Иллюзия, да, наверное? Иллюзия. Да, истину от иллюзии. Все, что является процессом, это истина. Все, что является объектом, это иллюзия. Морок. Ненастоящее, временное, приходящее. Поэтому люди не могут в большинстве своем найти Бога. Потому что что они ищут? Они ищут объект. А Бог это не объект, как и вы сами. Вы же тоже не являетесь объектом. Во-первых, физическое тело обновляется до последней клетки в течение семи лет. То есть то, что сейчас сидит в виде вас на стуле, семь лет назад вообще не существовало. Ни одной клетки из вашего тела семь лет назад, из нынешней, не было. То есть вы процесс перетекания сознания через материю. Вы таким образом сквозь Бога путешествуете, сквозь пространство и время, постоянно морфируя, трансформируясь. И ваше тело постоянно трансформируется. Вы процесс перетекания сознания в континиуме. Вы не объект. И так же, как и то, из целого, из чего вы и зашли, тоже не является объектом. Это является процессом. И точно так же, любая цель, естественно, Бог является абсолютным. То есть абсолютный, я говорю об абсолютных качествах. То есть если вы ставите истинную цель, она будет приносить вам качество божественное. То есть счастье, любовь, радость и так далее, силы и так далее. Если ваша цель в жизни истинна, то есть она является чем? Процессом. Пример конкретный. Врач. Если врач находится в знании, в глубоком, так сказать, высоком уровне сознания, какую цель он ставит себе? Лечить людей. Во-первых, эта цель является процессом. Он никогда не сможет ее достичь. Как и жизнь, в целом, Бог не может достичь своей цели, потому что она является процессом, а не достижимым объектом, точкой. Эта цель недостижима. Она является в процессе. И любой врач, который поставил себе целью лечить людей, всю жизнь будет счастлив. Потому что он будет исполнять свою цель постоянно. Он будет находиться в процессе этой цели. Его цель будет всегда при нем. А не где-то впереди, как груша перед ослом. Он будет находиться в этом моменте. В моменте своей цели. И она никогда не закончится. Он будет просто повышать уровень и качество своего служения. То есть он может становиться более квалифицированным врачом, более квалифицированным как человек. Он более мастером в своем деле, высочайшим хирургом и так далее. Но для него это не цель. Он все время будет повышать уровень всех своих аспектов жизненных. И как человек, и как врач. Но никогда не сможет достигнуть конца. И будет счастлив в этом процессе. А если врач глуп, то он ставит себе конкретную цель. Излечить конкретные заболевания. Стать главврачом клиники. Ну не знаю, там приобрести какой-то статус. Как врач, достичь какой-то определенной зарплаты. И так далее, и так далее, и так далее. Диплом получить какой-нибудь. Нобелевскую премию, что-нибудь еще. Вот это глупые люди. И в итоге их цель принесет им разочарование, страдание, боль и горе. Это очень важный момент. Поэтому когда вы ставите себе цель в жизни, помните о том, какова она должна быть. Это такие вот очень простые абсолютно формы. И еще один момент, который я хотел бы затронуть, раз уж мы говорим обо всех религиях и так далее, и так далее. Мучерель сказал очень простой метод, способ, как определить настоящего духовного мастера от лжеучителя. Очень простой критерий. Он сказал, Илья, любой лжеучитель, любая лженаука, да, любое лженаправление всегда будет говорить тебе фразу. Верь мне. Любой настоящий духовный мастер будет говорить тебе. Проверь меня. В этом огромная разница. Поэтому я в свое время, больше 20 лет назад, именно из-за этого критерия выбрал своего духовного учителя и следую за ним уже 20 лет. Не потому, что я принял для себя статус, что он величайший учитель и так далее. А потому, что он 20 лет, как мне он и сам и говорил. Духовный учитель должен доказывать каждый день своим ученикам, что он имеет право и статус таковым называться. Он говорит, он сравнил это с волчьей стаей. Любой волчонок, любой молодой волк всегда испытывает вожака на крепость, да, периодически пытаясь его скинуть, как говорится, со скалы, где сидит Акелла. Он пытается испытывать его силу, его мудрость, да, все время нападает, ученики нападают на учителя, пытаясь проверить. А ты все еще достоин ли занимать эту скалу? И учитель, настоящий духовный учитель, каждый раз должен класть на лопатки каждого своего ученика и говорить, нет, я все еще твой учитель. В мудрости, в силе устойчивости, следовании моральным, нравственным, духовным принципам он всегда является примером, недостижимым, возможно, для своих учеников. Он должен демонстрировать собой, что есть та высота, к которой тебе все еще есть куда стремиться. И я, глядя на своего учителя, понимаю, что я в этой жизни уже никогда не достигну этого. Его высоты, его стандартов чистоты, преданности своему духовному пути, несгибаемости, намерений и так далее. Не в этой уже жизни. Мне не хватит ни сил, ни времени на это уже. Правда. Я это очень хорошо понимаю. И за 20 лет мой учитель ни разу не дал мне возможности усомниться в своей мудрости, потому что он сложнейшие какие-то ситуации в моей жизни, в личной, да, какие-то. И я к ним обращался только в те моменты, когда уже все, был на дне. То есть, когда я уже складывал руки, хвост и говорил, все, я уже был готов пойти и на березе повеситься. И я к нему шел, и учитель в одну фразу, в одну короткую фразу, вот как я вам сейчас давал несколько формул вот этих, он также давал формул и говорил, вот следует, мы все исправиться. И я так просто в недоумении понимал, что он только что разрешил мне весь конфликт в моей жизни. В одну фразу. Просто три слова и все. И я пошел сияя домой. Сияя, хотя только что хотел повеситься. Одна секунда, и он исправил мою жизнь. Полностью. Потому что указал на тот самый момент, который от меня ускальзывал от внимания. Или указал правильно на какой-то акцент, на который мне нужно было, скажем, сконцентрировать свое внимание, там, не знаю, знания, силы и так далее. Вот это очень важный момент. Настоящее учение духовное всегда будет настаивать на том, что вы проверяли это на себе. А как я сказал, сейчас секунду, буквально минуту. Как я уже сказал в начале, чтобы проверить знание, оно должно быть практически применимым. Как вы можете проверить то, какое количество, скажем, не знаю, как я уже сказал, планет крутится вокруг вас и вообще что вокруг вас там находится. Вот люди все время спорят, плоская Земля или круглая. Какого размера наша Вселенная. Как вы можете это проверить? А если вы не можете это проверить, зачем это знание сейчас, в данный момент вам нужно? То есть должна быть результативность. Это три главных фактора любого духовного знания, любой духовной практики. Эффективность, практичность и результативность. Если вы не получаете четкого, конкретного результата, видимого и ясного для себя в короткое время, скажем, в течение даже хотя бы месяца, знайте, что эта практика либо ложная, либо не для вас. Нет смысла ей не заниматься. И все эти разговоры о том, что ну надо сначала 10 лет позаниматься, посидеть вот это, а потом ты все обретешь. Вот эти комсомольские бла-бла-бла оставьте для комсомольских вожаков. Практика должна быть результативна сразу. Иначе зачем она нужна? Поэтому и точно... Давай вопрос сказать. Кто учитель? Я могу озвучить своего учителя, но это не факт, что он подойдет для вас. То есть для каждого человека учитель свой. Это очень важно. Я могу озвучить. У меня учитель Александр Хакимов. И возможно вы больше знаете его по духовному имени в ведической культуре. Его зовут Чайтания Чандра Чаран. Но это абсолютно не важно. Он мог быть даже не в религии. Он мог просто быть моим соседом по лестничной площадке. Духовный учитель это не человек, который ходит в какой-то эзотерической одежде и принадлежит какой-либо религии. Мой учитель опять же сказал очень краткую формулировку, как найти духовного учителя. Это самый часто задаваемый вопрос за мои 10 лет практики читания лекций. Фактически всегда люди подходят. Как мне найти своего духовного учителя? Очень просто, сказал мой учитель. Найди человека, на которого ты хочешь быть похож. Все. То есть у него он должен быть на работе уважаемым мастером золотые руки. То есть его уважают на работе. Он настоящий мастер. К нему весь завод идет, грубо говоря. Вот у нас там не складывается вот это. Это к Петровичу надо идти, он все знает. Если он таков на работе, то есть мастер, если у него счастливый брак, как минимум больше 10 лет, и он вырастил нормальных детей, вы видите, что у него семья не кошка с собакой, а несчастливая душа в душу живут с женой. Он воспитал, поставил на ноги одного-двух детей. И дети тоже вменяемы, как говорится, не с мешком клея момента на голове, живут, как говорится. И вы видите, что человек физически здоров, он честен, порядочен и так далее, и так далее. Идите к нему и служите ему. Вот это главная фишка. Как обрести духовный учитель? Ты должен найти такого человека, который является для тебя примером во всем, каким ты хотел бы сам стать. Приди и спроси его, как ты это сделал? То есть, если ты хочешь быть, как я, спроси меня, как? Это единственный процесс преемственности учителей, передачи духовного знания. Другого быть не может. То есть, человек должен быть для вас непререкаемым авторитетом. Из этого рождается доверие и последствия послушания. А если человек много говорит о праведности, о любви, но тут же, как говорится, рубит барана ножом на дворе у себя, жарит шашлык, а потом запивает это водкой, и еще что-то начинает, не вынимая сигарету из-за рта, она рассуждает о йоге, то какой же это учитель? Это просто лжец. Все, это просто лжец. Человек должен демонстрировать собой непререкаемое следование своим тому, что он сам говорит. Поэтому духовным учителем может быть любой человек. Это может быть просто ваш сосед, коллега по работе, кто угодно. Просто найдите сами для себя такого человека, которому вы готовы довериться. Который может научить вас в жизни, потому что он это уже сделал. И это следующая формула, которую сказал мой учитель. Он сказал, это мой учитель по семейной психологии сказал эту формулу. Это очень важно, друзья мои, потому что статистика. 19 семей из 20 разводится в течение 5 лет. Это ужасающая статистика. И знаете, почему это происходит? Только потому, что люди не учатся создавать семью, искать партнера и взаимоотношения в семье. У них нет знания просто. Они к этому вопросу подходят в невежество. То есть взял, купил стиральную машину, выкинул в мусорное ведро инструкцию и давай, как ребенок, тыкать на кнопочки. А что это такое здесь? И в итоге сломал стиральную машину. То же самое происходит с семьей и взаимоотношениями между полами. Поэтому мой учитель по семейной психологии сказал формулу. Абсолютную. Он сказал, если ты хочешь сделать что-то хорошо, это стоит записать. Если ты хочешь сделать что-то хорошо, пойди и спроси, как это сделать хорошо у того, кто уже это сделал хорошо. Иначе получится плохо. Семья не исключение. Только это гениальная, абсолютная, как и все божественная формула. Только имеющий нечто может этим нечто поделиться с другими. Только имеющий воду может ее дать другому. Только имеющий силу может дать тебе эту силу поделиться с тобой. Только человек, который прожил в удачном браке 20-30 лет, может научить тебя, что такое жить в удачном браке. У него есть этот опыт. Он может им поделиться с тобой. Он мастер в этом вопросе. Даже если, естественно, таковым себя не считает. Мало того, ни один учитель не знает о том, что он учитель. Просто не знает. И учитель это процесс, а не название. Каждый из нас является для кого-то учеником, для кого-то учителем. Говорится, что во Вселенной все существа являются и учениками, и учителями одновременно. Даже если вы не знаете об этом, но кто-то в вашем окружении смотрит на вас и учится на вашем примере. Вы в любом случае для кого-то являетесь учителем, даже если вам в этом не признаются. Но кто-то обязательно смотрит на вас и учится, глядя на вас жить. Каждый из вас является учителем и имеет эту ответственность на себе, зная это или нет. И говорится, что есть единственное существо во Вселенной, которое является только учителем, это Бог. А все остальные являются и учениками, и учителями, постоянно чему-то обучаясь и кому-то преподавая что-то. Все? Вот, замечательно. Если есть вопрос, давайте 2 минуты буквально. Если кого-то будет интересовать все это подробно, тогда на лекцию. Мне, честно, могу сказать, мне 3 часов лекции не хватает для того, чтобы все преподносить. И буквально мы только что с ребятами записали 15 уроков по 45 минут самого поверхностного и нужного для того, что нужно человеку в жизни. То есть как раз касаемо семьи, работы, врожденного таланта к профессии, как найти профессию себе, потому что вы рождаетесь с врожденным талантом для определенной профессии. Знаете вы это или нет? Если вы занимаетесь не своим делом, вы никогда не будете счастливы. Никогда. Видео, да. Оно будет издаваться, я думаю, через месяц-два. Сейчас мы идем, корректировка. Я проверяю свои же лекции, отсматриваю. Да, но это будет выложено. Я думаю, что вы можете даже, не знаю, имя, фамилию мою вбить в Яндекс.Поиски, набрать просто слово лекции. Илья Куменгов лекции. Там много будет лекций в интернете, они примерно об одном и том же. Просто где-то затрагиваются вопросы, например, профессии, а где-то больше семьи, где-то больше отношений с Богом, со Вселенной. То есть разные аспекты. Ну вот мы сейчас готовим вот этот вот курс из 15 уроков, который будет прям подробно по каждой теме. Выложим, выложим, конечно. Для чего же это все? Месяц через полтора-два. Ну даже те лекции, которые есть уже, там трехчасовые, там много чего сказано уже. В смысле это будет бесплатно, что я не... Нет, это будет платный контент. Да, к сожалению. То есть сразу какой-то покой с кем вы найдете? Да, вы найдете. Но говорю, бесплатно вот, пожалуйста, лежат лекции, которые я читаю. Их много, и каждый из них там по три часа. И они достаточно там точечно, да, как бы указывают людям на какие-то инструменты, которые они могут использовать. А на этой лекции уже есть? Есть. То есть моя задача, как я всегда шучу, первичный прием. Ко мне люди приходят, у меня приемный покой, а дальше я отправляю всех по специалистам. Кому куда, да? Кому к офтальмологу, к невропатологу, то есть к инструкторам по йоге, по медитации, семейной психологии. Кому, кого, какой диагноз. Моя задача принять человека в приемном покое и объяснить ему, что ему пора к доктору. А к какому уже далее вопрос следует. Ну вот. Спасибо. Съемка, да. Спасибо.